Эти ребята мало чем отличаются от своих однокурсников. Наверное, лишь тем, что вчера спасли малыша. Мы уже рассказывали коротко о том, что накануне в Балакове потерялся трёхлетний ребёнок. И благодаря двум студентам губернаторского автомобильно-электромеханического техникума мальчик вернулся к родителям. Вышел из дома с Андреем, со своим другом, и увидели маленького мальчика. И ехала машина со всей скорости, и я подбежал, и еле успел. Я его выхватил и упал вместе с ним. Потом я его поднял и начал расспрашивать, как тебя зовут. Он не может сказать ни одного слова, ну потому что маленький ещё ребёнок. Потом после этого мой друг, товарищ, сказал, давай позвоним в полицию. Мы набрали номер 02 дежурной службы. Приехала полиция, наряд. И потом они связались с родителями, и родители буквально минут через 30-40 подъехали на механизаторов. И мама пришла вся в слезах, плакала, не знаю как. Многие родители думают, уж на что ребёнок никогда не потеряется. Но на самом деле хватает одной секунды, чтобы потерять малыша из вида. Тем более, когда ребёнок общительный и не боится посторонних. Ребёнок вёл себя спокойно, странно очень. По идее дети должны плакать в таком возрасте. Но он вёл себя спокойно, как без страж. Мы с ним подружились, смешили его. И приехал наряд. Мы его в машину посадили, он так же себя спокойно вёл, ни в чём не бывало. И приехали в отдел. Там, как он говорил, через какое-то время приехали родители, наверное, сами заявили. А пропажи всё объяснили, всё расписались, протокол составили, не отпустили по домам. На нашем месте любой поступил бы так же. Вроде бы шаблонная фраза. Но именно это внутреннее стремление помочь отличает героев нашего сюжета от тех, кто остаётся в стороне от проблем. Где-то года два назад на пруду, вот есть у нас речка Балаково, Балаковка точнее, вот. И когда я пошёл купаться, я смотрю, тонет человек. Либо мне показалось сначала то, что тонет, либо они дурачатся. И я поближе встал, смотрю, ну, правда, тонет человек, девушка, лет, может, 18, вот так примерно. Но я недолго думаю, я сразу разделся и побежал в воду, и спас человека. Только, правда, чуть сам, конечно, там тоже не утонул, потому что они же дёргаются, тоже дерутся, когда кто-то вместе рядом с ним, они пытаются утопить человека тоже. Ну, получилось, слава богу, мне потом помогли там ещё пару парней. Ну, слава богу, спасли человека.